Ну что, ребята и девчата, сейчас покажу вам, как играть песню группы B2 Варвара. Будет где-то два с половиной способа примерно. Один, так как играет её, собственно, группа B2, довольно сложно для новичков. Второй, мы именно для новичков сделаем так, что баррея исчезнет полностью. Но желательно всё-таки играть с баррея. Сейчас объясню почему. Ну и третий способ будет такой половинчатый концертный микс со времён филинитура. Так, сразу говорю, аккорды будут в описании. Даже нет, не в описании, в комментариях. Про бой расскажу именно в этом видео. Так вот, первый способ, как играет группа B2 примерно. У меня сейчас немножечко ладит шестая струна, звенит. Все эти звоны не обращайте внимания. Главное, чтобы ваша гитара нормально звучала. Моя показывает просто, как это всё дело играть. Примерно мочится это вот так. Как грустно и очень необычно всё вышло. Ну и так далее. Вот такой специфический бой. И песня довольно сложно играется вот таким вот способом. Но для тех, кто уже умеет более или менее брать барре, эта песня замечательно подходит для растяжки вот таких вот аккордов. Это аккорд у нас Е бемоль. Он же у нас вот он ещё. Можно его ставить здесь. Значит, гоняем всю песню четыре аккорда. Здесь и куплеты, и припевы. Всё исключительно играется на них. Бой. Давайте с него начнём. У вас в голове должно играть. Я научился его, исключительно держа эту мелодию в голове и проговаривая её голосом, как я это сделал сейчас. Просто берём и медленно это дело играем. Пам-парапара-пам-пам-парапара-пам-парапара-пам-пам-парапара-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-п ЭМ на аккорд Е-бемоль очень легко, чпок и пальчики чпок поставили и аккорд СМ, ну и перешли на ФА. Самое главное научиться вот это дело делать не глядя, чтобы аккорды вот эти переставлять, научитесь делать это не глядя, все будет просто идеально, Вася. Ой, как меня достал этот сосед, если бы вы знали, клевый разбор, да, подзвуки хрен пойми, что там за инструмент у него работает, но уже буду делать, он меня достал два дня, бесконечно что-то там сверлит, пилит, ну извините меня, я могу еще месяц ничего не делать, пока он там будет свои ремонты, ковырят, так, теперь, второй способ, чтоб ты там провалился, блин, второй способ, для тех, кто не умеет играть на баре, не получится, конечно, такого классного и впечатляющего боя, но нам нужен каподастер, который мы ставим на третий лад и начинаем мочить. У нас тут аккорды ЕМ, С, АМ, Д. Четыре аккорда тех же. Так грустно и очень необычно все вышло, ушла от меня, и в ночь теперь слезно кричу, ну и припев, Варвара, вот типа вот так играется. Ее просто все придется вот так вот мочить и не будет никаких таких. Это у нас были потусторонние звуки, которые я специально вставляю в этот разбор. Это у нас такие классные аранжировки. Аранжировка, которая называется «Сосед». Так, и последнее, что я здесь могу показать, это такой половинчатый, скажем, способ времен Феллини Тура, когда на этом концерте пели песню «Сплин» и «Би-2» Феллини. Сам, как он, Лёва «Би-2» играл примерно вот так. Как грустно и очень необычно все вышло. Он так играл первый куплет и припев, потом останавливал это, ну и начинал. И опять первый куплет начинал петь именно уже вот так. Не знаю, для чего он это делал, но это было довольно забавно, мне понравилось. Ну и в принципе по этой песне все. Она абсолютно вся одинаковая. Просто вот четыре аккорда гоняй, 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 не хочу. Два с половиной способа я вам показал, соседа моего вы послушали. За это вы должны поставить лайк и подписаться, если еще не подписались. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok